Бригантина Павел Коган Погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками под Новороссийском, на сопке в Сахарная голова. Он мог бы остаться в живых, мог бы не идти на войну. Молодой человек страдал сильной безорукостью и хроническим бронхитом. Его признали негодным к армейской службе, но он сделал все возможное, чтобы попасть на фронт. Родился будущий поэт в Киеве в 1918 году. Когда мальчику было 4 года, его семья переехала в Москву. С детства Павел увлекался поэзией, знал наизусть множество стихов. Манил его вольный дух путешествий. Еще будучи школьником, много ходил пешком по России. Любил он читать Александра Грина, что нашло позже отражение в его творчестве. В час, когда догорает рябина, кружит по ветру желтый лист, мы поднимем бокал за Грина и тихонько выпьем за лис. В 1936 году Павел Коган поступил в Московский институт истории, философии и литературы. Через 3 года, в 1939 году, он стал студентом знаменитого литературного института имени Горького. К сожалению, многим из тех, кто поступил тогда в литературный, так и не удалось его закончить. На страну надвигалась война, с которой многие не вернулись. Весть о начале Великой Отечественной войны застала его в Армении, где юноша был в составе геологической экспедиции. Он поспешил вернуться в Москву, где узнал, что его семья уехала в другой город. Молодой поэт, как и многие-многие юноши того времени, пошел в военкомат, чтобы попасть на фронт. Однако, по состоянию здоровья он не подлежал призыву. Чтобы не оставаться в тылу, Павел поступил на курсы военных переводчиков. Окончив курсы, Коган отправился на фронт. Стал военным переводчиком полкового разведотряда в звании лейтенанта. Что писать о себе? Жив-здоров, бодр, боюю. Очень хочется верить, что останусь жив и что свидимся все у нас на улице правды. Только здесь на фронте я понял, какая ослепительная, какая обаятельная вещь жизнь. Рядом со смертью это очень хорошо понимается. И ради жизни, ради твоей седой чудесной головы я умру, если надо будет. Потому что человек с нормальной головой и сердцем не может примириться с фашизмом. Такие весточки с фронта, полные жизнелюбия и надежды, слал он отцу. 23 сентября 1942 года Павел возглавлял разведгруппу на сопке «Сахарная голова» под Новороссийском. Группа попала под обстрел. Именно там поэт и погиб в отрасте 24 лет. В своих стихах Павел словно предсказал собственную судьбу. «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, Чтоб от Японии до Англии сияла родина моя». Нет, он не дошел до Ганга, но умер в бою на юге России, Около Черного моря, которое неоднократно воспевал в своих строках. Первый стихотворный сборник Павла Когана вышел только в 1960 году. Он назывался «Подстать судьбе автора». В одном из стихотворений он написал «Так пусть же в горечь и в награду потомки скажут про меня. Он жил, он думал, часто падал, но веку он не изменял». Не изменил он веку, не изменил принципам, Не изменил в своей стране, Не в своих пламенных, наполненных романтикой, морем и патриотизмом строках, Не в своей последней битве». «Надоело говорить и спорить, Надрывать до хрипа голоса, Во флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный, как скалы, Поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощанье поднимай бокалы Золотого, терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы Золотого, терпкого вина. Пьем за ветреных, за непокорных, За презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, Люди флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе, Только чуточку прищурь глаза, И ты увидишь, как в дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. И ты увидишь, как в дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. Субтитры создавал DimaTorzok